Пам-пам, бля, с вами же Карина. Да, это охуеть как неожиданно. Как и то, что 2020 год подходит к концу. Я пиздец как долго думала, о какой игре с новогодней атмосферой рассказать. Так вот, потратив где-то 2 минуты, я решила, что самым пиздатым вариантом будет The Adventures of Batman Robin на Sega Mega Drive. Да, игра с таким названием есть также на SNES, но кому эта хуйня нужна? Даже то, что версию на SNES делала Konami, нихуя не делает её играбельной. Потому что у SNES тормозной проц, а у Sega Blast Processing. И конечно, Blast Processing, как всегда, выебал SNES. Были также версии для Sega Game Gear и Sega CD, но это, блядь, совсем уже другая история. Первое, что думаешь, когда запускаешь The Adventures of Batman Robin. Сука, нихуя, блядь, это же контра. Но нет, это нихуя не контра. Здесь, если враг находится вплотную к вам, вы не стреляете, а бьёте рукопашными атаками, которые нахуй ваншотят большинство врагов. И, конечно же, больше снимают боссом, чем метание бетарангами. Есть также удар на кой в прыжке, если вы висите, уцепившись за выступ. У вас появляется ещё одна уникальная атака. И этот элемент не сильно и нужен в игре. Но именно благодаря такой детальной проработке геймплея, эта игра такая охуенная. Структурно игра довольно сильно напоминает контра-хардкорпс. Здесь также дохуя, времени, вы будете ебашить боссов и подбоссов. Уровни довольно быстрые и драйвовые. Бег по улице Готэм-Сити быстро сменяется прыжками по машинам на ходу. А чего только стоит уровень, где вы сражаетесь с Мэтт Хэттер? Знаете, в какой игре на СНЕС можно увидеть подобную скорость? А не в какой, блядь, потому что Блаз Процессинг. Также стоит вспомнить об охуенно интересных шут им ап уровнях. В какой-то степени они легче всей остальной игры, потому что с каждого третьего врага выпадают сердечки. Самое главное, что они нихуя не затянутые и проходятся на одном дыхании. Стоит вспомнить также о музыке. Здесь охуенный саунд, написанный самим Еспером Кюдом. Здесь можно задуматься, кто это, блядь, такой. А это главный композитор Ассасин Скрит. Кстати, игра нихуя не легкая, но вдвоем она намного проще. Поэтому, если у вас нет друзей, то, бля, их стоит завести только ради того, чтобы пройти этот шедевр. Бля, какие же здесь крутые битвы с боссами Джокер, Харли Квинн. Кого здесь только нет. И не забываем об охуенной новогодней атмосфере, в которую игра бросает с первой катсцены. Ну и эта игра лучше доказательства того, что Бласт Процессинг разъебывает СНС на изи. Моя оценка 10 из 10. А, да, и пиздец нахуй, блядь. Хэппи нью веер.